Всем приветик! Хочу сегодня с вами поделиться одной замечательной, эффективной маской для волос. Я знаю, что многие мои подписчики любят такие масочки, и это очередной мой рецептик для вас. Вы знаете, от этой маски волосы просто безумно классные. Они такие какие-то упругие, эластичные, они пропитанные и увлажнены. Даже особенно подойдет она отлично для сухих волос. Эту масочку я посмотрела по телевизору от одного специалиста. И тестировала, испытывала ее на протяжении, наверное, почти всего лета. И после этого, конечно, я почувствовала и увидела большой эффект, потому что на это время я перестала пользоваться какими-то такими сильными масками другими, чтобы посмотреть, как эта маска вводит на мне. Я, конечно, сразу захотела поделиться с вами этим рецептиком. Единственное, я хочу сразу предупредить, у этой маски есть небольшие такие нюансы. Первое, это она наносится на сухие волосы и смывается обычной водой. Смывается обычной водой без всяких шампуней. То есть, вот это вот тоже очень важный момент. Так, давайте дальше посмотрим, как я ее делала. Покажу вам весь рецептик. Так что смотрите, слушайте внимательно и записывайте себе куда-нибудь на бумажечку. И потом пишите и делитесь мне своими впечатлениями, своими мнениями об этой маске. Вот, девочки, вот такой был рецептик. Надеюсь, он вам понравился своей легкостью и своим масочкам. Вам понадобится сметана, оливковое масло, йогурт, один желток и посуда, да? Куда вы водите это все дело-дет. Масло мы рассчитываем так, наливаем, сколько вам хватит для ваших волос. То есть, на мои длинные волосы я где-то вот такую часть беру. То есть, это где-то 2 столовых ложки. Девочки, следующий важный момент, это йогурт. Он должен быть нежирный. То есть, в моем случае я нашла вот такой вот в магазине 3,5%, как видите, здесь написано. Он должен быть без добавок, обычный чистый йогурт. Желательно 1,5% брать, чтобы он не был таким жирным, потому что у нас все же еще сметана. Добавляю в оливковое масло, его где-то 2 чайных ложки. Так, хорошо, обильно. Давайте я добавлю, наверное, еще 1,3. Все же волосы у меня длинные. Вот так вот. Что мы кладем в нашу масочку, это будет сметана. Сметану надо брать не более 10%. Ну, так как я нашла только 15%, я уже облегала все магазины, нашла только 15% и такая тоже подойдет, собственно. Не большая там сильная разница, поэтому я думаю, что она чуть-чуть пожирнее. 1 чайных ложечки сметаны. Берите, конечно, лучше 10%, она полегче будет. Берем вот этот вот один желточек, тоже туда. И все, все ингредиенты у нас положены. И аккуратно все это дело мы перемешиваем. Вот, девочки, у меня получилась маска, поэтому теперь я ее нанесу на сухие волосы на 15-20 минут. И важное условие смыть эту маску без шампуня. Вот, хорошенечко промойте голову, высушите полотенцем, и все, маска будет действовать на ваших волосах. Жду ваших оценок, комментариев. Надеюсь, вам она понравится. Пишите мне свои отзывы, ваши результаты после этой маски. Всех жду, всех обнимаю. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok